Приветствую всех на нашем канале. Сегодня у нас разговор пойдет с вами о капусте брокколи. В наших садах она, к сожалению, не частый гость, но тем не менее выращивать эту капусту стоит. Условно капусту брокколи можно поделить на два вида. Первый вид капуста, который выращивается из-за красивых крупных плотных головок. И второй вид капусты, который выращивается в основном соцветия у них рыхлая, незначительная, а выращивает ее для того, чтобы получить необыкновенно хрустящие стебельки, которые по своим вкусовым качествам напоминают спаршу. Капусту можно разделить на три группы. Это ранние сорта и гибриды, среднеспелые и познеспелые. Основный представитель раннеспелых это тонус, пудрявая голова, лазер F1, калабрайз и витамина. Среднеспелые сорта капусты это калабрезы и аркадий F1. Поздние сорта капусты это романеско и маратон F1. Я хочу сказать, что романеско это удивительный сорт капусты, который все-таки на пачках пишет мне, что это цветная капуста. На самом деле это гибрид капусты брокколи с цветной капустой. Получилась вот такая капуста. По вкусовым качествам она как брокколи, но по внешнему виду, по плотности кочана напоминает цветную капусту. Но все-таки я ее больше отношу к капусте брокколи. Это вот капуста романеско. Причем у нее такой причудливый вид, она может украсить любой стул. И в заморозке, и на грядке она смотрится удивительно красиво. У ранних сортов капусты образовываются рыхлые, не очень крупные соцветия. Одновременно образовываются боковые попеки. У позднеспелых сортов капусты образовываются очень плотные в начале соцветий с круглой головой. А после ее срезки быстро отрастают боковые попеки, которые несут вторую волну урожая. Так что мы с одного растения можно собирать достаточно долго урожая. За что ценится капуста брокколи? Ну, полезных свойств у нее очень много. Вещества, которые содержатся в ней, это основные, конечно, это то, что она болит с различными видами раковых опухолей. По количеству белка капуста превосходит картофель, кукурузу, батат, спаршу, шпинат. В состав капусты брокколи входит калий, кальций, фосфор, магний, йод, медь, кобальт. В общем, целая масса полезных минералов, которые жизненно необходимы у человека. В капусте содержится такое вещество, которое болится с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний и способствует профилактикам заболеваний, этих заболеваний и инсульта. Посев и посадку производят, можно сажать несколькими способами, можно рассадным способом, можно прямым посевом в грунт. Прямым посевом мы можем посадить в мае. Место выбирать самое солнечное и светлое. Урожай капусты будет выше, на богатой органиковой почве и с нейтральной реакцией. Почву лучше подготовить с осени и вносит 4-5 кг перегноя или компоста на 1 квадратный метр. Лучшие предшественники для выращивания капусты это картофель, кукуруза, фасоль, горох, любые тыквенные. В общем, все любые культуры, кроме крестоцветных. Можно использовать капусту в совмещенных посадках. Она очень хорошо себя чувствует с другими сортами капусты, а также можно совмещать с выращиванием сельдереем, листовыми салатами и другими культурами. На рассаду семена высеваем в середине марта. И готовые рассады в возрасте 35-45 дней можно высаживать в открытый грунт. В фазе 5-6 настоящих листочек. Расстояние между растениями 40 см и расстояние между рядами 55-60 см. В каждую лунку мы вносим 5-10 г полноценного минерального удобрения и стакан золы. Капуста очень любит калий, который содержится в золе в большом количестве. Землю перемешивает, хорошо проливает и туда высаживает растения. Помните, что капусту брокколи лучше высаживать тогда, когда вы уверены, что минует угроза возвратных заморозков. Дело в том, что даже при незначительной минусовой температуре до минус 2 капуста погибает. И еще интересный момент. Высаживать рассаду капусты брокколи в свежеперекопанную землю не рекомендуется. Посадки лучше осуществлять в землю, которая уже имела время устояться. И вокруг растения обязательно мы приминаем землю. Это основное условие при высадке. Уход за капустой брокколи несложный. Основное заключается в правильных поливах, подкормке и прополке растений от сорняков. Через 1,5-2 недели после посадки капусту брокколи мы удобряем раствором. Лучше, конечно, раствором коровяка или каким-то полным комплексом минеральных удобрений. Вторую подкормку мы осуществляем, когда начинает происходить завязывание головки. На одно растение мы используем 1 литр питательной смеси и после полива растения рыхлят и слегка окучивает. Для профилактики заболеваний капусты брокколи не рекомендуется сажать ее после крестоцветных. Не загущайте посадки, не допускайте пересыхания почвы или застой воды. Во время лета бабочек-капустниц советуют опытные садоводы-огородники накрывать капусту брокколи любым укрытым материалом, самым тонким, или же какой-нибудь сеткой с мелкими ячейками. Это поможет вам уберечь ваш урожай. Вот такие простые методы. Сбор урожая происходит на 2-4 месяц в зависимости от того, какая капуста вы выращиваете. Раннеспелая, среднеспелая или позднеспелая. Сформировавшись со свитой, мы срезаем до момента раскрытия бутона. Не допуская цветения капусты. Сначала срезают средний побег, а затем на вновь сформировавшихся боковых побегах, как говорится, вторую волну урожая. Капуста хранится достаточно долго. Лучший способ сохранить капусту, это замораживать буншированные побеги. Вот это, наверное, основные все такие моменты при выращивании капусты брокколи. Я вам сегодня рассказала. Сажайте капусту брокколи, кушайте капусту брокколи и оставайтесь вместе с нами. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал!